Вадим Петров осваивает азы профессии экономиста уже третий год, но при этом тяготеет и к литературным жанрам. Писать сочинения полюбил еще в школе. Вот и сейчас решил попробовать свои силы в создании эссе. С поиском фактуры помогла мама, бывший госслужащий. Работу Вадима члены жюри признали одной из лучших. Мое эссе было о личностных качествах государственного и муниципального служащего. Я старался отразить качества, которыми должен обладать хороший муниципальный служащий. Он обосновал, почему он должен быть на одном уровне с населением и постоянно с ним общаться и узнавать у населения, какие проблемы необходимо решать. Один день с администрацией железнодорожного округа провела будущий таможенник Валерия Дмитриева и сняла об этом видеоролик. В своей работе девушка попыталась показать, что профессия госслужащего не только ответственная, но и интересная. Кстати, на создание работы у студентки ушло несколько недель. На протяжении нескольких дней мы с сотрудниками администрации проводили рейд по выявлению несанкционированной торговли, проводили объезд территории железнодорожного округа и выявляли ряд нарушений. Тематический конкурс организовали Совет муниципальных образований Курской области, Академию госслужбы и региональное отделение Союза журналистов. Его авторы отмечают, площадка помогает ребятам не только самореализоваться, но и точнее определиться с выбором профессии. Это инициатива, которая пошла непосредственно от самих студентов и от наших глав муниципальных образований. Было принято решение посмотреть, кто такой госслужащий, кто такой муниципальный служащий и посмотреть, как студенты, школьники его представляют. Когда молодежь погружается в это все, они задают себе вопрос, а в чем бы мнение попробовать потом, конечно же, поработать в этом направлении. В этом году участников конкурса наградили сертификатами, а победители получили денежные призы. Екатерина Илюхина, Нина Ганеева, Сергей Малеев, События дня.